всем привет с вами марк и в этом видео у нас будет macbook 12 с дисплеем retina модель а15-34 early 2015 года я хочу проверить на практике подойдет ли дисплей от точно такого же только 2016 года выпуска модель тоже на 1534 давайте поближе посмотрим сейчас мы будем менять дисплей на нем вот смотрите владельцу не нравится то что петли уже не держится дисплей заваливается если вот так подержать отпускать он заваливается либо так он просто падает вот он работает но владелец решил поменять полностью дисплей ну то есть работать неудобно его когда позиционируешь он заваливается сразу предупрежу винты отличаются поэтому сразу запоминайте что откуда выкрутили там маленькие большие средние вот потом пластиковой картой проходим отщелкиваем крышечку но не открываем до конца слегка приподнимаем и держим чтобы не оторвать шлейф так вот после поднятия крышки мы ни в коем случае не отстегиваем вот эти шлифа мы просто ее приподнимаем слегка чтоб у нас была возможность подлезть под крышку вот поднимаем но я подпер пультом вот но теперь самое главное в чем в основном косячат в сервисах или когда сами разбирают сейчас я увеличу здесь где батарея есть вот такой вот беленький светодиод который не ярко горит он просто горит и все вот этот вот она вот с другой стороны здесь есть кнопка вот она кнопочка то есть мы нажимаем кнопочку светодиод должен потухнуть после чего мы вы подлазим сюда выкручиваем винт вот этот и под батарейку отсоединяем плату от батареи прокладываем какую-нибудь бумажку либо скотч я буду прокладывать бумажный скотч это нужно для того чтобы питание никого ни в коем случае не подалось на плату когда мы будем отстегивать шлифа и только потом мы можем отстегнуть вот эти вот шлейфы которые подходят платье вот так ну сейчас попробую отснять как все это сделать буду придерживать другой рукой и отверткой видите светодиод горит вот она беленький такти с этой страны у нас кнопку нажимаем кнопку несколько раз видите светодиод потух теперь что мы делаем аккуратно берем t5 отвертку выкручиваем винт батареи все винт мы выкрутим теперь мы готовим кусочек скотча бумажного и пробуем уже приподнять вот эту часть чтобы у нас была рассинхронизация с батареей под низ надо что-то подложить так сейчас попробую вырезать кусок пластика и уже кусочком пластика проложить так вот такой вот кусочек сейчас я попробую просунуть вот эту часть все теперь можно будет отстегивать шлейф вот видите теперь можно будет смело можно с нижней можно с верхней стороны отстегнуть шлейфик ладно отстегиваем отсюда с этой части где у нас находится форс тач честно говоря это бесполезный нововведение от apple просто им надо было чем-то удивить этот форс тач эти катушки долгого на зажатие они быстро высаживают аккумулятор если их не было то батарею он держал гораздо дольше далее мы переходим к к следующему с левой стороны у нас здесь получается встроенные микрофоны идут и аудио мини джек чуть-чуть отводим вот этот шлейф отклеиваем но не полностью чтобы поставить вот так вот все готово теперь отстегиваем вот этот шлейф и шлейф тайп си вот как он идет здесь то есть мы берем фигурную отвертку выкручиваем перегородку железную в этой части обратно и снимаем его там шлейф отстегнулся и с этой стороны отстегиваем аккуратно снимаем шлейфик все здесь готово потом мы переходим сейчас я увеличу вот этот шлейф так как они отличаются шестнадцатом и пятнадцатом годе мы тогда именно отсюда его с ними выкручиваем винтики получится у вас вот такая вот штука видите уже даже в этой модели с 15 года пошел вот этот флекс гей попадая сюда крошки матрица начинает полосить вот видите за годы использования тут тоже он сколько крошек каким-то образом они все равно попадают вот и теперь здесь с краю идет разъем вот видите аккуратно просто его берем чтобы вот эти не оторвать части нам надо его отщелкнуть ногтями аккуратно вот все шлейф отщелкнулся но также наклеим аккуратно здесь тоже соединяем отклеиваем вот все матрица наша частично снята где шлейф теперь мы берем отвертка и уже выкручиваем вот эти части петли потому что корпус мы уже отсоединили аккуратно поднимаем наш макбук раскрываем ложим его на край стола матрицей вниз и выкручиваем уже винты аккуратно не торопитесь приподнимаем сперва одну часть потом вторую часть выдвигаем значит теперь я беру нашу матрицу шестнадцатого года и прикручиваю ее тем же способом далее мы нашу крышку просто прихватываем винтами но еще не затягиваем потому что нам надо выставить матрицу чтоб она ровно у нас легла и не было смещено от либо вправо либо влево то есть мы ее закрываем выравниваем ну то есть позиционируем право влево чтобы у нас ровно было чтобы у нас ничего не выпирала после того как выравниваем уже надо будет фиксировать с этой стороны с этой так и здесь проверяем чтоб все сошлось и уже затягиваем винты посильнее вот теперь берем нижнюю крышку с платой батарейкой и шлейфом дисплея берем аккуратно пристегиваем шлейф дисплея и прикручиваем на винты его потом на место возвращаем наш тайп си подстегиваем шлейф и прикручиваем с перегородкой с другой стороны мы также подключаем вытягиваем шлейф там где находится разъем для наушников и аккуратно его вставляем потом закрываем крышку переходим к подсоединению обратно шлейфа нижней крышки клавиатуры и трекпада аккуратно его подстегиваем приклеиваем вытаскиваем нашу перегородку от батареи прикручиваем батарейку убираем пульт закрываем и включаем пришел момент истины тестовый запуск давайте посмотрим подключаю кабель питания о дисплей опознался пошла загрузка работает в общем могу с уверенностью сказать что дисплей с 16 года можно поставить в 15 и они будут работать но с 15 года в 16 я еще не ставил поэтому ничего не могу сказать по этому поводу вот по факту говорю что у нас модель 15 года мы поставили дисплей от 16 года и он работает и того как мы проверили наш компьютер можно будет уже смело закрывать крышку и прикручивать винты вот дисплей не сильно поменялись того времени вот этот дисплей 15 года уже тут вот посмотрите уже тут идут вот эти шлейфы которые присутствуют у нас в новых макбуках забейте хэштег флэк флекс гейт вот ну тут тоже самое несколько открытий он переломливается перетирается от вот этих крошек вот поближе вам покажу как это происходит вот сюда попадают крошки и они трутся при открытии закрытии каждый раз со временем шлейф даже переломливается в этих местах и начинает полосить вот данный дисплей он рабочий просто петли у него уже не держится он видите их пальцами могу просто повернуть а это так не должно а вот только вот эта петля цела то есть видимо его ударили и вот эта петля она нарушилась уже почти не держит его наш компьютер при этом работает конечно делал эту процедуру первый раз и решил это заснять на видео что если вы столкнетесь с таким вопросом уже будете знать так что компьютер у нас работает загружается проблем никаких нет нажимаю включить подсветка экрана яблочко идет загрузка но я думаю на этом все все работает работа выполнена клиент будет довольны если вам понравилось это видео ставьте лайки если у вас есть какие то вопросы напишите в комментариях я на них отвечу пока пока до следующего видео